Все те песни, которые многие из вас исполняли за столом в новогоднюю ночь, можно будет послушать еще раз в ДК профсоюзов 14 января в специальной программе под названием Оливье Мьюзик Шоу. И с подробностями у нас в студии художественный руководитель театра Геннадия Гладкова, территория мюзикла Анастасия Грининка и актриса театра Ангелина Подоляк. Доброе утро. Доброе утро. Итак, не все знают, давайте о театре вначале. Театр Геннадия Гладкова. Это авторский театр, который был создан в Беларуси при его творческом содействии и контроле группой единомышленников. Театр уже три года. И основа его творчества это спектакль Геннадия Гладкова. Хорошо, и базируется он в Минске в ДК профсоюзов. И вот сейчас программа, которая называется Оливье Мьюзик Шоу. Ну, многие называют словом Оливье все, что угодно сейчас, потому что это один из новогодних синонимов. Чем будет отличаться ваша программа от многих других новогодних шоу? Ну, вот сам принцип Оливье это взять все самое вкусное, порезать, смешать, чтобы получилось очень вкусно. Вот мы решили взять самые любимые новогодние песни, песни из мюзиклов. А это какие? Например, вот самый хит номер один новогодний. Какой? Хит номер один, мы проводили опрос, у нас что получилось? Пять минут. Пять минут, конечно. Пять минут. Пять минут. Как бы не было зимы. Так. Ловит сноу. То есть вот идем и таким путем. Да. Хорошее настроение. Три белых коня. Вот все самые такие любимые. Три белых коня, да, актуальные. Будет какая-то сюжетная история связывать все эти песни, либо это будет просто концерт? Вы знаете, это будут маленькие спектакли. Каждая песня – это маленькая история, причем решена иногда совершенно неожиданно. У нас, например, есть песня из фильма «Ирония судьбы», «Если у вас нету тети». Это мы сделали такой советский, такой юмористический стриптиз. Три мужчины идут в баню, они одеты абсолютно в шапках, ушанках, в кирзачах. Как с детьми можно к вам приходить? Да, на самом деле все неминно и весело. И зритель не сразу понимает, потом не понимает, что они приходят в баню, начинают париться и петь песню «Если у вас нету тети». Ну вот вы и открыли секрет. Хорошо, а получается это просто набор мини-эпизодов или они как-то соединены все-таки в цельное произведение? Ну они соединены в такое оливье. Да, это мини-эпизоды, которые есть своя внутренняя драматургия, где-то зритель смеется, где-то даже так сгрустнет и поплачет. Но в целом наша задача создать хорошее настроение, а поскольку есть такая возможность, не у всех же есть старый Новый год, такой праздник, а у нас он есть. Поэтому вот эта возможность продлить новогодние каникулы подольше. Ангелина, расскажите о вашей роли. Какие песни вы будете исполнять и, возможно, какие-то образы будете примерять, да, интересны на себя в этом вечере? Ну вот в этот концерт я исполню «Кабы не было зимы», это, к примеру, любимое мое произведение в этом концерте. Я очень давно, так сказать, мечтала, как бы мечты сбываются, не только в Новый год. Вот, я исполню это произведение. Тоже очень интересно решено, не буду раскрывать, конечно, всех тайн. Если кто-то заинтересуется, приглашаем к нам в гости. Ну, будет интересно. На ваш взгляд, у советских новогодних песен есть что-то общее, их объединяющее, да? Ведь, согласитесь, создавались они, естественно, проходя определенные там круги цензуры. И понятно, что в Советском Союзе пытались через них донести какие-то мысли до народа. Вот какие? Чувствуете ли вы это? Можете ли вы об этом рассказать? На самом деле, ну, есть такой секрет, во-первых, что эти песни надо петь не просто голосом, но еще и сердцем. И вот если люди чувствуют эти песни, там какой-то, да, заложен генетический код. И действительно, вот какая-то цензура, и даже вот можно отнести, допустим, песню министра-администратора из «Обыкновенного чуда» тоже к новогодним песням. Она у нас идет в концерте. И вот эта вот история про бабочку, которая крылышками бяк-бяк-бяк-бяк, в нее усматривали какой-то уже такой неправильный сексуальный подтекст в то время. А на самом деле, мне кажется, что, ну, вот какой-то позитив, взаимоотношение, любовь. На самом деле, настолько это интересно нашему зрителю. Казалось бы, вот у нас есть такой номер с кинофильма «Девчата», простая такая трогательная история двух сельских парней. И настолько всегда зрители просто принимают очень глубоко. Восприятие зависит от внутренней культуры человека, тем не менее, в любом случае. Ну, мне кажется, это объединяющая какая-то вот нас всех нить. То есть зрители понимают, что им всем это надо. Вот именно когда находятся, оказывается, они всех знают. Ну, самое главное, интересно, что, в общем-то, назвали все песни, которые были созданы 30 и более лет назад. Это означает, что страна поменялась, многое изменилось, но мы все еще живем теми произведениями и их любим. Просто старые добрые традиции вот такие. Просто традиция. И все новогодние хиты можно будет услышать в «Оливье» мюзик-шоу. Еще раз приглашайте. 14 января на сцене ДК «Профсоюзов». «Профсоюзов». Билеты в кассах ДК «Профсоюзов». Спасибо. А у нас в студии были художественные руководители театра Геннадия Гладкова «Территория мюзикла» Анастасия Гриненко и актриса театра Ангелина Подоляк.